Творческая самореализация в Саратовском центре реабилитации инвалидов проводит курсы фотомастерства. Люди с ограниченными возможностями узнают о законах композиции и принципах перспективы. Специалисты уверены, занятия фотографией позволяют воспитанникам отвлечься от тяжелых диагнозов и постоянного лечения. Одна из учениц курсов Екатерина Кирсанова уже достигла определенных успехов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Разрушенные церквушки и старые деревеньки области – один из самых крупных проектов начинающего фотографа Екатерины Кирсановой. Ее работы теперь украшают страницы буклета под названием «Забытые уголки Саратовской губернии». Мне очень нравится, как в селе Каменки есть очень красивый храм. Такое ощущение, как будто это в призрачном, более в готическом таком стиле. 27-летняя девушка – инвалид. Несмотря на неизлечимый диагноз, Екатерина старается жить полноценной жизнью. Любовь к фотографии у девушки началась сравнительно недавно. Около года назад она закончила курсы начинающих фотографов в Центре реабилитации инвалидов. Теперь, говорит Екатерина, это увлечение стало частью ее жизни. Я стараюсь ходить на какие-то фото-выставки, смотреть фотографии, делать сама. Даже подруги просят провести какие-то фотосессии. Я пытаюсь ездить с ними в фотостудии, ходить на открытие каких-то фотостудий, узнавать, общаться с фотографами нашими саратовскими. Что-то как-то более вливаться в жизнь фотографов. Своими наработками девушка теперь делится со всеми учениками. Екатерина преподает фотомастерство в Центре реабилитации инвалидов. По словам специалистов, вначале новая профессия педагога ей давалась тяжело. Екатерина стеснялась и рабела. Сейчас, в принципе, это все сглаживается от того, что она уже имеет практику, она понимает, как это сказать. Тем более, имея заболевание, ты уже понимаешь, где, например, можно что-то более активно призвать к чему-то. Где-то, наоборот, понять, что да, вот тут не нужно настаивать. Где-то есть какие-то такие ограничения, которые мы, люди здоровые, не всегда, например, понимаем. А она это уже чувствует по себе, по тому, что она уже прошла. Талант фотографа у девушки оценили сотрудники Министерства социального развития региона. Работы Екатерины Кирсановой собраны в передвижную выставку. И сейчас украшают центральный холл ведомства. Это, так скажем, реализация, первая реализация задумки, так скажем, выставлять работы наших ребят «Парус надежды». Постоянно каждый, кто приходил в стены нашего министерства, останавливаясь возле нее, задавали вопросы, что это, кто это, ради кого и кто этот автор. В планах Екатерины не останавливаться на достигнутом. Девушка хочет сделать свое увлечение фотографией постоянной работой. Уже, говорит, даже есть несколько заказов на фотосессии. Александр Старков, Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.